Я рад приветствовать любителей Белин из Казани на канале Дамаку. Меня зовут Станислав и сегодня мы с вами заканчиваем с игрой под названием Ега. Ну что ж, дорогие друзья, нас ждет пышная свадебка. Пойдем посмотрим на это действо. Может быть будет очень интересно, а может быть даже мы сможем на что-нибудь повлиять. Птица к нам прилетает, до сих пор в гости. Привет, птица. Помню тебя кормили. Нет, что-то как-то птица сразу забыла, что мы его кормили. В следующий раз, говорит, принесу. Ну ладно, обещает принести. Так, ну мы на свадебку, на свадебку, пора, пора. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ух ты! Вот это поворот. Получается лихо-то. Не забыла, не запамятовала? Ух ты, ух ты, фрухты. Я не готов. Не, я готов, я силен. Так, я уничтожу тебя, одолею тебя. Да, и все, обсудим. Что там уже обсуждать-то? Она на нас уже третий раз нападает. У меня, кстати, весь нож, говорю, истыкан спинами. Да, вся спина истыкана ножами. Вы посмотрите, но это... Это ведь мы ее предавали не раз, кстати, да? Наверное, об этом пытается нам сказать игра, что она множество раз была предана кем-то, возможно, да? И может пытается поэтому отомстить. Но давайте я выберу все-таки последний пункт. Делисиус пай. Вот это, конечно, она дает жару. Мне нравится. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Смотри-ка, она всех призывает. О, и травит меня еще при этом. Так, нам нужно срочно восстанавливаться. Так, восстанавливаемся и потом... Потом оглаушим. Так, мне нужно ее именно наказать. Как она хорошо прячется, ты зацени, а? За спинами своих последователей. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Едим. А, нет. Вот это, конечно, неудачно немножко. Ну, как немножко. Очень сильно неудачно. Оу, нет. Какая же ты тварь. Мы же с тобой сейчас сражаемся. Как так может быть-то? Прокляли моментально меня. Подожди, а что тогда сломали? А, она мне сломала мою... Я понял. Ну ладно, это не так страшно. Да, господи, откатись ты уже. В конце-то концов, Иван. Я тебя по студу поймаю. А что такое? Почему я в нее... Минус. Так, давай поедим. Почему я в нее не попадаю? Так, тихо-тихо-тихо. О, в фига себе. Она мне практически шотает. Она мне один раз ударила ножом, когда у меня не было брони. Опять смотри. Да... Возьмись. Она в меня попадает, и у меня сразу же проклятие. Моментально. Так же нельзя вообще. Мать-перемать, ты что творишь-то? Я тебя накажу сейчас. Подожди, что меня отняли? О, у меня предмет отняли. Она мне отняла мой предмет. Это крылья. Но слава богу, что у меня такие есть. Она у меня крыло отобрала. Я еще туда специально его не продавал. Так, а где все мои артефакты? Она все крылья мои отняла? Серьезно. У меня было два крыла, как минимум. Я... Хоронил два крыла. Которые давали мне хорошее ускорение, передвижение. Теперь этого нет. Супер просто. Если честно, даже сказать, не знаю, что взять. Но, наверное, возьму черепаху. Как она могла мне все позабирать? Я не знаю. Господи, ну это что-то вообще совсем из ряда вон выходящее, конечно. Русалка, давай. Хотя какая-то русалка. Она мне сейчас все отнимет. Так, бери крест. Забирай, если хочешь. Все снимаем. Хотя она у меня из инвентаря, я так понял, вытаскивает. Потому что у меня не было... У меня, грубо говоря, было одно крыло на мне, и несколько крыльев я находил. Даже два, по-моему, что ли, я оставил. Какому-то... По какому-то вот... Счастливо... По какой-то счастливой удаче она у меня... Да умри уже, в конце-то концов. Разобрала. Пощади меня, убить, освободить... Заключить сделку. Давай на дурака опять. Верни предметы мне мои, карга старая. Друг лихо. Ну хоть другом стали лихо. Хе-хе-хе-хе-хе. Ладно. Другом лихо стали. Мы лихо стали другом. Так, ну ладно. Разломала нам все-таки она все, что... Ну, в принципе, там один предмет остался. К сожалению. Ставлю все, что есть. Думаю... Может, на колечко посмотрим. кольцо полученное от них а тот кто наденет его защищен от несчастья принципе можно это поставить вы двигаетесь быстрее на такую теме для не ну давай раз подарили нам уже будем носить почему бы и нет мы ребята такие нам нравится всякое красивое блестючие доме яга вот сюда на эту told me of my fate I'll listen to you with the licor gone will I now be free or will some bad luck keep following me Oh dear if on hear this from me how you treat others treated you'll be how you see yourself how you act each day these are things that will pave your way I cannot foresee the things that you do you Вы действуете, как все дуги вы защищаетесь. И, хотя твои действия выглядят без удовольствия, вы сможете уничтожить нас или уничтожить нас все. Вы все еще имеете возможность сделать что-то право, и помогите мне в этом случае победить мою свою борьбу. Когда все-таки так плохо, вы думаете, что вы встали. Не бежите к ненавистирую, не обманывайте вашу плохую счастье. Это не плохая счастье, и это никакого шага, который держит тебя в безопасности или приводит тебя в harm. Я вам скажу сейчас, когда часа поздно, это единственное, что важно, что решит вашей смерти, выборы, которые вы принимаете, действия, которые вы делаете в face of hardships, в front of you. Что-то походу... Ну, сейчас мы посмотрим, к чему наше решение привели. И посмотрим, если вы достигли вашего решения. Хорошо. Даже если я устраиваю, давайте рассмотрим вместе, как это произошло. И я расскажу через дорогу, все, что я увидел на тот древний день. Так... Заценим. Субтитры создавал и с тарелем. И, вовремя, и с тарелем, и с тарелем, и с тарелем, он взял на его проживую. Субтитры создавал. Мои пауны были сгланы. Обо моих глазах я не болезнен. Как мы садились, готовы, чтобы начать, Иван пришел для этого. Получается, эта старушечка-то рядышком, это и есть ЕГЭ, да? Кольцо отдать? Ты чё борзеешь, что ли? Да, царь мой. Ха-ха-ха, нет, царь, паскудник. Ну ладно, давай на дурака. Когда ты необходима. Она подошла с магией. Я чувствую счастливой, просто держу ее в мою руку. Я здесь, Мария Моревна. Я делаю то, что ты хотела. Сейчас, когда ты становишься моим проживом. Вы говорите, что ты огромный царь, и я знаю, что тарелем, он огромный человек. Но, перед тем, что мы начнем, под очевидными глазами с тарелем, ты должен проходить с тарелем. Никакой тарелем не может стоять в моем направлении. Я сильный, я молодой, я с тарелем. Я вижу все это, и я впечатляюсь. Сейчас, когда ты готовишь тест. С тарелем тарелем перед тобой. Тарелем нескольких Субтитры создавал DimaTorzok 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 золотом. Ну, а сам царь, прогнившая душа, несмотря даже на то, что все он это получил, все это добром получил, да, силу, настолько он мелочный, настолько он тщедушный, ублюдский ублюдок, что он даже никаким образом какого-то прозрения, что ли, в нем не было, и мудрости, и благородства, что ли. Вот он, какой он был вот душой, поганый, мелкий, мелочный, вот таким вот он и остался. В общем, игрушка мне понравилась, игра очень интересная, мне понравилось, что здесь разговаривают с стихами, все-таки такие текста надо было написать, придумать. Люди отлично реализовали наши сказки, показали различные персонажи, которые встречаются в нашем фольклоре. Очень была интересная идея взять именно данную идею и так ее развернуть. единственное, что, наверное, не понравилось в игре, одно из, наверное, даже, что не понравилось, основное, это то, что все-таки нам дают выбирать что-то и указывают сразу непосредственно на наш выбор. то есть, там, нам предлагают играть дурака или какого-то благородного или агрессивного. Если бы это были просто текстовые какие-то надписи, да, это было бы гораздо интереснее. То есть, ты выбираешь, а потом тебе показывают. Вот такое было, кстати, в комментариях уже описано, ребята писали в комментариях по поводу, что если был бы именно такой выбор, было бы гораздо интереснее. Я с ним полностью согласен. Если бы, например, мы бы выбрали что-то, нам говорят, это путь ярости, или это путь дурака, или это путь, там, благородного, честнейшего человека, или просто среднестатистический путь. Это было бы действительно интересно. Я считаю, что это недочет все-таки, потому что отыгрывать роль тогда не получается. Ты не выбираешь, что ты бы выбрал, будь ты на месте Ивана, да? Ты выбираешь именно то, что бы тебе хотелось увидеть. Например, ты хочешь посмотреть, как бы был бомбоблагородным и делаешь это. Поэтому я считаю, что это небольшой, ну такой серьезный недочет, скажем так. Из небольших недочетов, что я могу заметить, то, что, как мне лично кажется, что игра немножко упрощена была, потому что очень много элементов в игре присутствует, как вы сами заметили. Предметы, проклятия, какие-то бафы, которые ты мог получить, например, той же гадалки, от того же священника, предметов, опять же, масса разных, при помощи которых ты можешь там парковать, не ковать. Вот это вот очень много всего. Но необходимости это все применять как таковое, и лично я вот не увидел вообще. Может, нам сильно повезло, и нас забафали изначально на вот это золото, что мы очень много урона наносили за счет золота, и поэтому не было необходимости как-то развиваться через что-то еще. И я просто собирал галдишку и убивал всех врагов силушкой своей богатырской. Под конец, конечно, тоже там как-то совсем чересчур больно. Больно-больно, вот так я замечу. Стало очень больно, и нам только сносят защиту, наше тело сносят, да, при помощи которого мы опять же, в этом выносливости тут. Ну, здесь его телом называют. Только снесли этот щит, и все. Нам делало лихо один удар ножом, и она относила нам все здоровье практически. Там оставалось 3,7 единиц здоровья. Что это такое вообще? Это так не должно быть вообще. Ну, не должно. Учитывая то, что контролировать как-то нам у нее не получалось, я даже ее не мог притянуть при помощи своего крюка. Ну, странная тема. Опять же, крюк, лопата, косы, вот это очень много предметов, которые я лично считаю, что их просто не реализовали до конца. Очень много идей хороших. Реально много. Там с кузницей тоже самое. Много можно было всего сделать, руду вкладывать. А в этом не было такой необходимости. Я вообще необходимости в этом не вижу. В игровой необходимости. Если это все убрать из игры, по сути, как бы ничего бы особо и не изменилось. Нам бы просто выдавали бы оружие, или мы могли бы его найти, или мы могли бы его купить у какого-то торговца, например, или сами сковать, например, найти какой-то чертеж и сковать, какое-то оружие более современное, более лучшее, и так далее. По нашему стилю игры, что в принципе у нас было. Это было бы вполне достаточно. Зачем улучшать эти кузницы? Зачем что-то еще делать? Я не вижу в этом большого смысла. Опять же, количество предметов. Их очень много, которые можно было вставить в оружие. Большинство из них тоже смысла не было. Там с одного коготь падает, дает много урона. Сколько урона, непонятно. Просто пишет много урона. другой предмет находишь, тоже написано дает много урона. Или дает сильный урон. То есть такие странные, но это возможно из-за проблемы с переводом, может какие-то странные такие слова используются, которые не могут тебе определенно сказать, какое количество. Где количество? Неизвестно. Но раз неизвестно, тогда смысла столько предметов не было вводить. Вели бы пару когтей, пару того, и всего этого вполне было бы достаточно. Мне просто кажется, что игра планировалась гораздо мощнее, крупнее, но как-то они под итогу решили все это уменьшить и вот как-то компактненько выдать. Поэтому и не получилось развернуться до конца. Опять же, это просто по ощущениям. Но в общем мне очень понравилось. Все равно игрушка интересная, музыка отличная в игре, интересные истории, интересные персонажи, с которыми встречаешься. Я бы не сказал бы, что все тоже опять же интересно раскрыты, да, то есть в полной мере например, да, хотелось бы более как-то. Хотя может быть, если по другому пути проходить, может и в полной в полной бы мере что-то раскрылось. Интересно было там с коровой, я помню, квест, которая съела сундук золотых. Какие-то еще моменты были прикольные. Боссы те же самые в игре клевые, потому что это наши фольклорные персонажи. все на высшем уровне, я считаю. Подобных игр я вообще не видел, я в плане, что, которые бы отражали бы именно наши сказки. Поэтому для меня эта игра была приятным таким, ну как, я не сказал бы, что откровением, просто приятным удивлением. Было интересно поиграть. Всем советую самим попробовать отыграть какие-то другие роли. я думаю, что вам должно понравиться. Если вам понравилось это прохождение, понравилось эта серия, обязательно поставьте пальчик вверх. Напишите свой комментарий, что вы думаете по поводу этой игры, что вы вообще в общем думаете по поводу раскрытия сказок в этой игрушечке. Пишите что-нибудь. Вот. А также не забывайте забегать на стримы, вполне возможно, что может быть, не буду обещать, но может быть, мы пройдем на стриме по другим каким-то концовочкам пробежимся. Я думаю, если опять же это будет интересно на стриме ребятам, я попробую поиграть в другом направлении. Ну, а с вами был Станислав. Я всех вас крепко обнимаю, целую, люблю, увидимся в новых приключениях. Всем пока.